АЭС дана уникальная, потому что в непростое время зацепила... АЭС привита в эксплуатацию, совершенно верно. Зацепила она мировую пандемию, санкции выкручивались, при этом, ну, судя по СМИ, достаточно высокая эффективность строительства в плане капиталовложения в киловатт-час. Я округлю, опять же, там по СМИ до 6 миллиардов. При этом мы помним, что кредит выделялся 10. С учетом белорусского здорового прагматизма, вот оставшуюся сумму есть планы добирать, там условия вкусные. Насчет прагматизма, на что намекаешь? Я исключительно на рачительность. Это правильно, правильно. Или как-то это прописано, что, ну, как бы, меньше взяли, меньше отдавать, или есть смысл эти деньги использовать там дополнительно, структура, мы знаем, распределительные сети бы неплохо по Беларуси там добавить? Меньше взяли, меньше отдавать, это естественно. Что касается распределительных сетей, у нас абсолютно никаких нет проблем. Если что-то надо, это не проблема. Но сегодня это в точку вопрос. Мы уже с Евгением Евгеньевичем обсуждали эту тему. Ну, естественно, мы долго говорим в Беларуси, пока так на уровне дискуссий. Строительство второй атомной станции. Ну, точнее, удвоение мощностей, то, что есть сейчас, нам хотелось бы удвоить. И тогда беларусы будут в шоколаде. Это или вторая станция у нас, площадка определена, выверена давно, тогда еще спор шел здесь, строители, в Могилевской области. Но было принято решение строить здесь. Вот, поэтому речь идет об этом. Ну, как вариант промежуточный, опять вот мы с Алексеем на эту тему говорили, ведь можно и третий блок построить. Вот тебе наполовину мощность увеличивается. А означает ли сегодня, что это официальная, по сути, отмашка и зеленый свет? Нет, пока нет. Когда-то, когда-то давно мы с президентом России, когда я просил построить станцию, это было наше решение вдвоем. Я говорю, слушай, я сэкономлю там деньги. И посчитали мы, но не думали, что так это обойдется. Он говорит, ты знаешь, вот когда время придет, одно дело расчеты. А как будет на самом деле? Если сэкономишь какие-то средства, мы к этому вопросу вернемся. И позавчера мы с ним разговаривали на эту тему тоже, атомной станции. И договорились, что при встрече, с глазу на глаз сядем мы и подумаем, что будем делать дальше. Но меня немножко Алексей Евгеньевич разочаровал тем, что я думал, у него 4-5 станций и все, и строить негде. А у него там 20 или сколько у тебя еще? Блоков по России. С 17 только до 35-го. Думаю, да когда работа обеспечит ему тут. Ну, он не против с белорусами работать в Беларуси и с белорусами работать в России. И главное для меня было не только построить станцию, а обладать компетенциями, которые есть у россиян. Мы это получили. Еще один короткий вопрос. Понятно, что Беларуси абсолютно грамотно и правильно с точки зрения здравого смысла, в том числе рассчитывалось с ориентацией на экспорт к западным соседям. Ну, получается так, как получается. Они там не хотят, отрезаются. В итоге-то что победит? Какой-то здравый смысл и разум или вот нужда? Да, потому что мы видим, что нужно. Время идет, все меняется. И я уверен, что главный принцип покупателя, где дешевле по качеству нормально, там и бери. Качество исключительное. Станции такой в мире нет. Это самое новейшее по всем параметрам. Качество хорошее. Цена рядом. Литва, Латвия. Но самое главное мы упускаем. Мы никуда не денемся от Украины. Нам придется работать в Украине. Никакие американцы западным ничего не помогут. И мы с Владимиром Владимировичем на эту тему много говорим. Они придут к нам за помощью. А без электричества. Вот мы с Алексеем Евгеньевичем эту тему затронули. Огромнейший объем работы. Нам придется украинцам помогать. А эти будут покупать, если у нас будет дешевле. Так, всяк. Вот посмотрите, власть поменяется в Америке. И политика в Европе будет совершенно другая. Поэтому все меняется. И надо смотреть. Он очень правильно сказал. Надо не на 10 лет вперед смотреть, а на 50-60, на полвека вперед смотреть. А это взгляд в будущее. Это станция. Спасибо. Можно чуть-чуть дополнить, Олег, просто куда же без ноты от Литвы по поводу ввода в эксплуатацию. Они же тут же прислали ноту. Вот если в третий блок или вторая станция, то вообще же истерика начнется. Понимаешь, это бешеные прислали ноту. Народ Литвы никакого отношения к этим бешеным не имеет. Поверьте вы, я знаю, что там происходит. Там верхушка живет сама по себе. Знаю даже дедушек и родители тех, кто сегодня руководит Литвой. А я им говорю, ребята, вы закрыли Игнолинскую станцию. И тогда я им говорил, вот мы строим станцию. Приезжайте к нам, мы вам дадим работу, жилье и прочее. Я всегда не с камнем за пазухой к ним шел. Ну, они по команде определенных людей из-за океана строили иную политику. Это уже не первая нота. Пусть шлют, у нас место в унитазах хватает. Поэтому пускай присылают. Я им тогда говорил, не беситесь. Не беситесь. Мы все равно станцию построим. Мы открыто ее строили. И МАГАТЭ там, и кто там, и их журналисты, люди, кто хочет убедиться в безопасности, что-то понимаете. Приезжайте, мы открывали станцию, их водили здесь во время строительства. Мы ничего не прятали. Фактически под их надзором мы строили эту станцию. Что им еще надо? Ну, не хотят, как хотят. Мы особо на эту тему не паримся. Честное слово. Спасибо. Спасибо.